Особенность ведения периода изгнания при тазовых предлежаниях плода является оказание акушерских пособий. Их три. Это пособие подсовьянову 1, пособие подсовьянову 2 и классическое ручное пособие. Каждый из них имеет свои показания. Пособие подсовьянову 1. Применяется при чисто ягодичном предлежании. И цель оказания этого пособия сохранить нормальное членорасположение плода. Вот на этом надо обратить внимание. В чем оно заключается? Ручки у плода скрещены на груди. Подбородок прижат к грудной клетке. И все это удерживается вытянутыми вдоль туловища ножками. Если мы сохраним вот такое членорасположение, то тогда расширенный за счет ручек и ножек плечевой пояс плода облегчает прохождение головки. Облегчает прохождение головки продового пути. Вот такой вариант членорасположения надо сохранить. Приступают к оказанию пособия с момента прорезывания ягодиц. С момента прорезывания ягодиц. Для этого доктор становится лицом к ножкам женщины. Захватывает тазовый конец таким образом, чтобы большие пальцы были на бедрах плода. Остальные пальцы располагались на крестце, а потом перемещались по мере рождения ребенка. То есть я не отвожу руки ни от лона, ни от промежности плод рождается у меня между руками. После того, как плечики совершили поворот и головка совершила поворот, мы опускаем много туловища вниз, подводим подзатылочную ямку под нижний край симфиза и направляем туловище вверх. Вот это вот надо показать, что ножки удерживаются до тех пор, пока не родится головка.